Уважаемые коллеги, то, что сейчас скажу о событиях в Мариуполе, прошу понимать, что я там работал и многих людей знаю. То, что было произнесено господином Турчиновым, практически ни слова правды, там ничего нет. В Мариуполе был расстрел мирных граждан, массовое убийство, скрывается реально количество погибших и погибших прежде всего среди мирного населения. Ни одного слова правды нет, потому что расстреливалась мирная демонстрация 9 мая. И нынешний режим показательно это все сделал. Видели бы, я до конца выскажу точку зрения. Я там работал, я с многими людьми не знаком. Я без брехни как расскажу. Был расстрел мирных граждан, и там ни одного с оружием не видели. А расстреливали, расстреливали, когда вы возле профсоюза, вернее, возле ДОСААФа, стреляя, так называем, с БТР, из пушек, 3 человека, семью убили прям, расстреляли, на кухню попали. Вот за это надо отвечать уже, и кровь на ваших руках сегодня. Поэтому первое, что требует фракция Компартии, прекратить террористическую операцию против собственного народа. Вы террористами объявили 7 миллионов населения, проживающего в Донецке и Луганской области. Они массово вышли, именно вчера я звонил буквально каждый час. Там массово люди выходили с 6 часов утра, в очередях стояли для того, чтобы попасть и проголосовать против киевской власти, против этого режима, против вашей политики. И это так правда, когда в конце концов вы посмотрите, вы Крым профукали, и ваша политика привела к тому, что Украина потеряла Крым. Сейчас ваша политика приводит к тому, что 7 миллионов населения Украины, где 30% валов внутреннего продукта, категорически отвергают свое будущее с Украиной. Вот же о чем надо сегодня отвечать, за что отвечать и о чем думать. Рассказываете, когда там непонятно в каком состоянии ваши водители в этой технике сидели, кто на броне сидел. Если Шпидель уже заявляет о том, что американцы здесь наемники воюют на территории Востока Украины, это же не мы коммунисты говорим, это заявляют немцы. Поэтому я еще раз хочу подчеркнуть, сегодня главная задача Киева немедленно остановить террористическую операцию против украинского народа. Немедленно прекратить эту бойню, которую устроили из-за своих амбиций борьбы за власть. Я уже не говорю о массе других вопросов. Но мне странно выглядит это другое. Я удивляюсь, а почему так там подним по Петровску, по вашему лидеру, вы никак не привлечете его за сепаратизм к уголовной ответственности? Грубейшее нарушение Конституции проводит референдум о том, чтобы так изменить административное устройство Украины. А вы молчите. Вами назначенный проводит незаконный референдум то же самое. Вы не говорите, что это террористы. Вы дали возможность ему сформировать боевую банду эскадрон смерти, Днепр, который называется. И те, которые применяют оружие, убивают людей. И молчим то же самое, что за деньги платят за убийство людей деньги. Поэтому я еще раз требую от фракции Компартии прекратить эту войну против украинского народа. Мы давно предлагали, предлагали, с самого начала вам предлагали, вы не хотели слышать. Вы тогда запретили нам референдум. Я вам напоминаю, ваши как раз народные депутаты в суды обращались запретить провести референдум, чтобы украинский народ определил вектор внешнеэкономической интеграции. Чтобы мирно все вопросы решать. Вы захотели войны. Не наиграли в детстве войнушку? Кровь проливаете сейчас по всей Украине. И скрываете, сколько убито людей реально. Сколько сожгли живьем в Одессе. И сколько убили уже в Мариуполе. И в Киеве, потому что крематория. Так, поэтому я дальше хочу еще раз обратить внимание на то, что надо немедленно остановить эту операцию преступную и приступить на этой неделе, если только это не будет сделано. Я не хочу этого, поверьте, мы коммунисты за целостность Украины. Но Украина потеряет еще два региона. Я предлагаю немедленно принять решение изменений в Конституции на этой неделе и немедленно принять решение федерализации Украины. Для того, чтобы сохранить целостную Украину и сохранить в составе Украины и Луганскую, и Донецкую область. То, что вы делаете обратное, ну, через некоторое время станет ведь очевидно. Кто, какие указания и с какой целью реализовал. Поэтому я считаю, и мы уже подготовили, кстати говоря, обращение в международные суды. И мы будем вносить на рассмотрение Верховной Рады этот документ. И посмотрим, как вы будете реагировать при том, что надо обратиться в международные суды, чтобы они провели те истинные расследования, как убивали на Майдане. Хоть одну судебно-медицинскую экспертизу покажите. Нет же ни одной судебно-медицинской экспертизы до сегодняшнего дня. И не хотите вы расследовать это по известным для нас причинам. Поэтому я хочу еще на одну деталь обратить внимание. Первое, это да, действительно, сегодня Верховная Рада должна заставить нынешнее правительство немедленно прекратить эту террористическую операцию. И второе, это немедленно принять изменения в Конституции, в том числе по федерализации Украины. Далее, что я хотел бы попросить. Прекратите информационную войну против украинского народа. Но ведь начинаю разговаривать, говорю, что соответствует, что не соответствует действительности. Вчера то, что показывали по Мариоте, там же на копейку не было правды. Местные граждане говорят, Пётр Николаевич, да совершенно другое у нас происходит в городе. Каналы все, как по заказу, одно и то же показывают. Расстреливает при этом мирное население, а показывает, как благотворительную акцию правительства в борьбе за интересы украинского народа. Поэтому я хочу еще раз обратиться к правительству. Здесь господин Ерема представил проекты законов. Я только удивляюсь, ни одного проекта закона нет для того, чтобы это было для украинского народа сегодня решено. Я почему сейчас об этом говорю? Посмотрите, у нас задолженность по заработной плате возросла. Никто не контролирует со стороны государственных органов выплату рабочим заработной платы. Далее. На 12,8% за апрель месяц увеличилась задолженность по заработной плате. Ривна девальвировала на 60%. Никаких мер палец о палец даже не шевелится для того, чтобы помочь простого человека защитить при такой девальвации ривны. Далее. Цена на тот же бензин резко возросла. Весенние полевые работы вообще-то карем для тех же потребностей граждан. Никто не контролирует то, что идет произвол различных коммерческих структур, которые, по сути дела, пользуются этой ситуацией для обогащения. Продолжение следует...